МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Олег Зверев. О том, что происходит в Самаре, рассказывают наши корреспонденты. И вот главные темы выпуска. Время большого благоустройства. Глава города проинспектировал работы в Самарском районе. 129,5 миллиардов Самарская губернтская дума утвердила бюджет на 2016 год. Буратино возвращается. Бронзовую скульптуру деревянного мальчика установили на прежнее место. Мероприятие, которое сегодня должно было состояться в Самаре с участием президента России Владимира Путина, перенесено в Москву. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. В Самаре было объявлено о значительном усилении ветра до 15-20 метров в секунду. Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, который возглавляет рабочую группу под подготовки данного заседания, вылетел в столицу для участия в Совете. Глава Самарского региона выступит на совместном заседании Совета при президенте России с основным докладом. Также в основной программе Совета доклад министра спорта России Виталий Мутко. Планируется, что мероприятие состоится в Москве сегодня вечером. Состав участников прежний. Время большого благоустройства в Самаре. Навести порядок в городе в кратчайшие сроки. Такую задачу ставит глава города перед руководством районных администраций. Сегодня в центре внимания был Самарский район. В свой рабочий день Олег Фурсов начал с поездки по историческому центру. Какие проблемные точки обозначены, расскажет Лариса Шалафаст. В Самарском районе глава города объезжает все основные улицы. Благоустройству особое внимание. В целом с уборкой справились. У сотрудников муниципальной компании «Жилсервис» Олег Фурсов интересуется, как организована работа дворников. Люди говорят, условия достойные. Предприятие начало работу летом 2015 года. За это время все ходили в новую форму и оснастили техникой. В планах на ближайшее будущее повысить зарплату. Вы должны с коллективом встречаться и четко людям свои планы рассказывать. В какие сроки вы планируете выйти на собираемость максимальную и, соответственно, в какие сроки зарплата будет у людей повышаться. Совсем скоро зима вступит в свои права. Рабочим придется трудиться на высоте, сбивать сосульки и чистить снег на крышах. Олег Фурсов поинтересовался, все ли прошли специальную подготовку. Специфику районную вы же, я уже, как понял, тоже хорошо знаете. То есть те моменты, где мы не можем сбить шестами, высокие здания, где нет выхода. То есть, слава богу, закупили уже ОГП. Гораздо проще стало работать. Самарский район – один из старейших в городе. Здесь каждый второй дом – зримая история. По просьбе жителей глава города проезжает в двухэтажку по улице Фрунзе. В 19 веке именно тут жил самарский городоначальник Михаил Дмитриевич Челышов. Сейчас дом в аварийном состоянии. Вот эта вот комната, вот этот угол не раскладывается. Потому что, видите, это второй этаж. Там замыкание идет в фундаменте, да, в фундаменте, судя по разрыву. Это здесь под каталой фундамент Бутовый. Глава города дает поручение сотрудникам районной администрации исправить ситуацию. Надо это разбирать все, Максим Николаевич. Все это вывозить. Вода подмачивает фундамент. Делать надо отмостку нормально. Ну вот, да, слив, вот видишь, что стена с этой стены льется. Значит, надо делать вывод, чтобы слив уходил сюда. Итоги инспекции Самарского района Олег Фурсов подводит на совещание. Глава города поручает составить конкретный план действий и назначить ответственных. Все замечания сотрудники районной администрации должны устранить в течение двух недель. Олег Фурсов особо подчеркивает, нужно менять отношение к району. И диалог как систему взглядов на то, как должен выглядеть район. И мы должны это проецировать на людей, которые подчиняются нам, во-первых, а во-вторых, на жителей. Вот когда мы с вами этими идеями все заболеем, да, проникнемся, когда мы начнем город смотреть не с точки зрения, там, почистили, покрасили, все хорошо, а когда мы будем замечать там кривые деревья, да, так сказать, там, кривые заборы, и у нас будет сердце болеть, а как нам это исправить, тогда мы будем считать, что, наверное, мы с вами сможем что-то изменить кардинально в нашем городе. Работы еще предстоит много, и она уже ведется. При этом глава города настаивает на комплексном подходе. Нельзя останавливаться на решении точечных проблем. Нужно ставить более глобальную задачу – преображение всей Самары в целом. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. В Самарской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает МЧС. В большинстве районов губерний ожидается западный и северо-западный ветер с порывами до 17-23 метров в секунду. В пяти регионах России уже устраняют последствия непогоды. Сильный ветер с дождем нарушил электроснабжение в Новгородской, Ленинградской, Псковской, Тверской и Смоленской областях. А на федеральной трассе М5 «Урал» введено временное ограничение движения для большегрузов. В Самарской области тоже не исключаются неблагоприятные прогнозы. В связи с этим МЧС обращает внимание на меры безопасности. Нельзя стоять под линиями электропередач, под деревьями. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам и недостроенным зданиям. Лучше ограничить выход на улицу и не оставлять без присмотра детей. Коммунальные службы и службы благоустройства Самары также в боевой готовности. Возможные последствия урагана нужно будет ликвидировать незамедлительно, подчеркнул на совещании в департаменте ЖКХ первый зам главы города Владимир Василенко. Мы видели по североевропейской части России и часть центральной России задета по этой части, что связано с поваленными деревьями, поваленными мачтами электропередач. Это все мы прекрасно видели, поэтому вот это штормовое предупреждение, оно тоже сохраняется, поэтому в этом режиме мы работаем вместе с вами, как мы и говорили. Областной бюджет на 2016 год приняли на внеочередном заседании Самарской губернской думы. Большинство депутатов высказались за. Ожидается, что доходы региональной казны составят 129,5 миллиардов рублей, расходы 135 миллиардов. Но бюджет должны пополнить дополнительные налоговые поступления. Большую часть средств направили на финансирование социальной сферы, образование, здравоохранение и физической культуры. Финансирование образования будет даже выше, чем в этом году. 34 миллиарда рублей, что на 4 миллиарда больше. На здравоохранение и социальную политику планируется направить столько же денег, как и в этом году. Сейчас в Самаре один из самых высоких уровней социальных выплат в Привозском федеральном округе. Все социальные обязательства, о которых говорил и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, который не раз подчеркивал губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, со всеми социальными обязательствами мы справимся. То есть и все социальные обязательства будут выполнены. Поэтому здесь не должно быть какой-либо обеспокоенности у наших пенсионеров. А сейчас коротко о других темах дня. В бюджет страны от Самарской области в этом году поступило почти 300 миллиардов рублей. По сбору налогов Самарская область входит в тройку лидеров. Основной рост поступлений в бюджет Российской Федерации был получен по налогу на добычу нефти, а также по имущественным налогам. Дорожная авария со смертельным исходом произошла накануне вечером в Новокуйбышевске на пересечении улиц Кирова и Чапаева. По версии полицейских, водитель шестерки, поворачивая, не пропустил встречный транспорт и врезался в БМВ. При столкновении водители-пассажир отечественного авто погибли. Сотрудники органов внутренних дел устанавливают обстоятельства случившегося. Первый в России региональный центр для противодействия компьютерным атакам, создан в Самарской области. Его появление связано с увеличением числа кибератак на государственные информационные ресурсы. Деятельность центра позволит повысить защищенность информационных систем органов госвласти, а также расширить сотрудничество в сфере обеспечения информационной безопасности с федеральными и региональными организациями. С сегодняшнего дня и до конца декабря будет перекрыт внутриквартальный проезд с Московского шоссе к торговому центру «Самолет». Это связано с началом реконструкции Московского шоссе и переустройством тепловой сети. Автомобилистов просят продумывать маршрут заранее. АвтоВАЗ продлил программу по утилизации до конца года. В акции участвует большинство автомобилей «Лада» – семейства «Гранта», «Калина», «Приора» и «Ларгус». При обмене старого автомобиля на новый скидка составит 50 тысяч рублей. Скидки не распространяются на седан «Лада Веста». Союз инженеров и гуманитариев. В результате объединения с ГАУ и сам ГУ должны выиграть и те, и другие. В России технические специальности становятся частью университета в полном смысле этого слова. Гуманитарные получают все преимущества статуса национального исследовательского вуза. Чем еще смогут взаимно обогатить друг друга физики и лирики в нашем следующем сюжете. Все очень просто. Воздух у нас поступает сюда. По этим трубкам начинает течь топливо, которое поступает непосредственно в камеру сгорания. Там оно смешивается с воздухом. Сердце самолета, которое позволяет ему взлететь. Из чего состоит и как работает авиационный двигатель Никиту Барханского интересовало со школьных лет. Сегодня он учится в объединенном вузе. Говорит, студенческая жизнь захлестнула с головой. Студвезд на спортивные соревнования, работа в правкоме, скучать не приходится. Парень уверен теперь, когда аэрокосмические и государственные университеты стали единым целым, для студентов откроются новые горизонты. Абсолютно различные отрасли, когда сливаются в одно единое целое, это получается очень большой, интересный, многогранный университет, в котором ребята могут достичь больших высот, как мне кажется. Поэтому это несомненный плюс для Самарской области в целом, но и для нас, учащихся. О том, какими видят небо и космос гуманитарий, Никита узнал от студентки исторического факультета Юлии Неймарк. Ребята сразу же нашли общий язык и быстро подружились. В этом году девушка участвовала в платоновских чтениях и рассказывала о влиянии космических достижений на геополитику и мировоззрение людей. Говорит, возможность учиться вместе с теми, чьи разработки способны совершить переворот в человеческих умах, настоящая студенческая удача. Я считаю, что мы должны вообще интегрировать свои силы и помогать друг другу во всем, потому что действительно они должны разбирать техническую составляющую, а мы должны попытаться это все объяснить со стороны человека, наверное, каких-то моральных аспектов. Это тоже интересно. Это невероятная научно-техническая площадка, которая поможет развиваться и науке, и обществу в целом. Действительно для нас, как для студентов, это большое подспорье для будущего. И Никита, и Юлия признаются, от объединения вузов они ждут перемен к лучшему. Пока же студенческая жизнь идет своим чередом. Одно ребята знают точно. Им есть чему поучиться друг у друга. Марьяна Мирная, Алина Чемерис, Артем Сулайманов. События. Будущие студенты, нынешние школьники от 10 до 17 лет представили свои разработки на третьем фестивале роботов «Техномир». Задача – пройти лабиринт, добраться до финиша, попасть в цель. Машины, собранные на основе конструкторов, простор для детского творчества. Занимаясь техникой сегодня, завтра они могут стать изобретателями новых машин. Своими мыслями юные конструкторы поделились и с нашей съемочной группой. Сбить большее количество банок за меньшее время. Такая задача стоит перед роботами, сконструированными самарскими школьниками. 140 талантливых ребят от 10 до 17 лет принесли на фестиваль свои разработки. Это главный процессор «Ева-3», на чем он основан. Без него ничего не получится. Это два движка. Они нужны, чтобы крутились колеса. Это датчик, который реагирует на банки, чтобы их сбить. А это основной щит. В общем, все. Это вся конструкция. Управляемый футбол, шагающие роботы, роботы в мешке и кегель-ринг – упражнения для проверки самодельных агрегатов. Техномир – это чистое творчество. Дети создают свои собственные конструкции, проявляют фантазию не только на бумаге, но и на деле. Во-первых, здесь конструирование, развитие технического направления в сознании непосредственно ребенка. Плюс, конечно же, здесь идет программирование. То есть информатика играет не самую последнюю роль. Самое интересное, что робототехника – это наука, которая включает в себя не только технику, но и математику, физику и все остальные науки. Турнир по робототехнике проходит в третий раз. Все больше мальчишек проявляют интерес к умным и оригинальным новинкам. Возможно, какие-то разработки станут основой интеллекта будущего, и эти технические новинки войдут в жизнь каждого человека. Мариана Мирная, Алина Чемерес, Артем Сулайманов. События. Новые поколения водителей ТТУ выходят в рейс. Учебный центр предприятия провел выпускные экзамены для первых слушателей. Они в совершенстве изучили устройства, правила движения в городе и даже психофизиологические основы деятельности водителя. На итоговые аттестации побывала Марина Матвейшина. От профессии и мечты Алексея Мухтулова отделяют всего пять вопросов в билете. Юноша берет себя в руки и сражает строгую комиссию блестящим ответом. И, наконец, те главные слова, которые здесь хотят услышать все. Экзамен, там вам присваивается публикация водителя трамвая третьего класса. Работаете и повышаете свою профессиональную должность. Сразу после экзамена в отдел кадров оформляться на работу. Алексей говорит, ждет, не дождется выхода в рейс. Управлять трамваем для него – настоящее удовольствие. Как на коне, на высоте. На высоте всех видишь, все видишь, как на коне. Сегодня в учебном центре ТТУ выпускные экзамены сдают первые слушатели курсов. Желающих управлять вагоном – почти три десятка. Те, кто правильно ответит на все вопросы билета, уже завтра отправятся в рейс. Выпускники должны в совершенстве знать устройства трамвая, правила дорожного движения, оказание первой медицинской помощи и психофизиологические основы водителя трамвая. Город-мегаполис. 60% перевозок в городе осуществляется именно нашим предприятием – трамвайно-троллейбусным управлением. Это огромная масса людей, огромная сеть, ответственность за жизнь, здоровье и все такое прочее. Работать приходится в условиях очень сложных водителям, и мы учим их, как сделать так, для того, чтобы можно было привести нервную систему в порядок, и чтобы она не влияла на качество выполняемой работы. А эта группа слушателей только начинает осваивать водительское мастерство. В учебном центре ТТУ новый набор. Меньше чем через полгода они смогут пополнить кадровый состав трамвайно-троллейбусного управления. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Приключения Самарского Буратино завершились хэппи-эндом. Бронзовый мальчик вернулся. Две недели назад фигура исчезла с улицы Фрунзе. Жители даже полицию вызвали, опасаясь, что скульптуру украли. Историю со счастливым концом расскажет Марина Матвеевичина. Буратино вернулся. 300-килограммовый мальчик из бронзы снова радует прохожих своей улыбкой. Но теперь крепко стоит на ногах. Основание скульптуры укрепили четырьмя толстыми болтами вместо одного тонкого. А болты прилично вот какие. Вот сколько, 20-25 длиной. Ширина, то есть толщина очень симпатичная. С палец. Так что их снять бесполезно. Две недели назад скульптору Степану Корсляну сообщили. Буратино нашли сломанным на улице. Кто-то неудачно сделал селфи. Вся фигура сильно не пострадала. Был сломан золотой ключик. Но браться за его восстановление согласилась лишь одна мастерская. Ключик внутри пустой, потому здесь нужна особая сварка. После ремонта скульптор подретушировал место слома и ключик снова как новенький. После восстановительных процедур Буратино похорошел и посвежел. Мастера его затонировали, поэтому он не такой сияющий. Но это ненадолго. Скоро самарцы снова начистят до блеска и руку Буратино, и его нос. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. Краше, ярче, интереснее. Самарские предприятия соревнуются, кто лучше оформит витрину или фасад здания к Новому году. С начала месяца городская администрация объявила о конкурсе. Как нужно создавать праздничные настроения, узнавала Марина Матвеевшина. Смотришь в витрину магазина и погружаешься в новогоднюю сказку. Нарядные елки, горы подарков под ними и добрые волшебники Деда Мороза. Этот магазин постарался на славу в оформлении витрины к празднику. В этом году мы хотели отразить модный тренд, что небесный цвет, голубой. Мы полностью витрину оформили в голубом небесном цвете. Показали камин, как можно уютно устроить свой, украсить свой дом. То есть, как правильно сервировать стол. Магазины, предприятия, учреждения социальной сферы могут порадовать снарядными фасадами и витринами не только прохожих, но и сами себя. С 1 декабря в Самаре стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление здания. Коммерческие и некоммерческие организации до 18 декабря могут отправлять заявку в администрацию города с желанием посоревноваться, кто краше, ярче и интереснее. Основные критерии, ну, наверное, прежде всего, такой эмоциональный и человеческий, который связан с наступающим Новым годом, ощущением праздника. Безусловно, будет оцениваться и оригинальность оформления, и соответствие тематики, и объемы, которые оформление каждый может представить и позволить себе в рамках своей деятельности. С 22 по 24 декабря конкурсная комиссия будет подводить итоги. Победителей будет сразу несколько в разных номинациях. Марина Матвеевна, Алексей Золотенков, События. Подарки для детей от депутатов районных советов. В Октябрьском районе Самары установлена «Елка желаний». Благотворительные акции проходят ежегодно, уже восьмой год подряд. Сбываются самые заветные мечты воспитанников детских домов и приютов. Они пишут, какие подарки хотели бы получить под Новый год, и желания исполняются. В этом году в акции решили принять участие все 284 депутата. Председатель городской думы Галина Андреянова в канун Нового года сняла с елки письмо воспитаннице детского дома номер 3. Свою внучку она предпочитает радовать игрушками из натуральных материалов отечественного производства. Я покупаю деревянные конструкторы, деревянные кубики, для того, чтобы она вот к этому немножечко была ближе, да, для того, чтобы не было ничего лишнего в доме. Мы покупаем книжки, которые выпускаются здесь, в России. Поэтому, так как мы будем относиться к нашим детям, от этого зависит, как они будут относиться в дальнейшем потом к нам. В России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню Героев Отечества. Памятная дата отмечается 9 декабря. Выбор не стал случайным. До революции это был День Георгиевских кавалеров. Сегодня в Самаре торжества прошли на площади славы. Жители города чествовали героев и возлагали цветы погибшим. 13 сентября 1999 года в Дагестане погиб офицер-десантник Виталий Талабаев. После успешно проведенной операции в Новолагском районе на боевой машине он с экипажем преследовал уцелевших бандитов. Но БМД подорвалось на противотанковой мине. Капитану Талабаеву было 25 лет. Родители Героя России вспоминают, у сына не стояло вопроса, кем быть, только военным. После пятого класса он стал мечтать, что он будет именно учиться в Рязанском десантном училище. Поэтому после восьмого класса он пошел в Суворовское, чтобы, как говорится, быть готовым к военной службе. А то, что героем, просто я знала, что он просто будет порядочным человеком. Торжества, посвященные Дню Героев Отечества, в Самаре начались с минуты молчания. Для меня очень почетно находиться на этой площади, почтить память героев. Я считаю, что это очень важное мероприятие для молодежи и, в принципе, для граждан Самарской области. Когда открываем музеи, либо проводим встречи, открываем мемориальные доски, видно, как у них горят глаза. Вот это самое главное. Зал тысячи человек. И когда на сцену пригласили Вадима Ивановича Дайкина, героя Советского Союза, все эти мальчишки и девчонки, которые свободные, где-то, может быть, шаловливые, может быть, непоседливые, они все встали и приветствовали его стоя и аплодисментами. Их никто не заставлял. Вот это отношение детей к подвигу и героизму. Чествовать и вспоминать Героев Отечества продолжит и в среду. В храме Георгия Победоносца пройдет молебен по погибшим ветеранам и Героям Отечества. Сегодня награды за активную работу по патриотическому воспитанию в правительстве Самарской области получили поисковики и волонтеры. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События. Православные святыни Муромской епархии в Самаре. В храм Святого Луки архиепископа Крымского доставлены частицы мощей русских святых, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского. К ним верующие обращаются о здравии души и тела. Храм расположен на улице Александра Матросова. Сергий Радонежский почитается как величайший в истории России подвижник и собиратель русских земель на основе христианской идеи всеобщей любви. Преподобный Серафим еще при жизни исподобился всенародному почитанию как молитвенник и чудотворец. В Самарском храме святыни будут находиться до 25 декабря. Мощи святых, они наделены, опять же, Духом Святым, той силой, благодатью, которую эти святые обладали при своей жизни. Несмотря на то, что человек именно физически вымер, эта благодать, которая была буквально пронизана им, она сохраняется в каждой клетчке этого тела. Время новостей спорта и слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Самарские дзюдоисты стали призерами всероссийского турнира. Баскетбольная Самара готова выиграть домашнюю серию матчей Суперлиги. Сразу несколько матчей на этой неделе проведет в столице региона баскетбольная Самара в чемпионате Суперлиги. Она встречается во вторник с московским МБА, а в пятницу с сургутским университетом. Столичные аутсейдеры соревнований северяне четыре года подряд финалисты Суперлиги. Но сейчас им не везет, они пока прописались в нижней части турнирной таблицы. Самара, напротив, уверенно держится в числе лидеров пять побед в восьми матчах. Однако в последних играх горожане выступили неудачно, как в обороне, так и в нападении. Сейчас на тренировках все это разбирается и домашним матчем, я думаю, все вернется в положительную сторону. В Санкт-Петербурге прошли одновременно два всероссийских турнира под дзюдо. Среди юношей до 18 лет и юниоров до 21 года. Сборная Самарской области завоевала 15 медалей, семь бронзовых и четыре серебряные. Чемпионами стали Олеся Морозова, Анна Дуденко, Алина Рябова и Салкарбек Дилбара. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. В 22.10 смотрите на нашем телеканале французскую мелодраму «Мой первый раз». История первого большого чувства ветреного и независимого молодого человека и педантичной красотки-отличницы. А наш выпуск на этом завершен. Смотрите телеканал «Самара Гиз» в кабельных сетях города. Дочитайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. До встречи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА